Вторые журналисты сидят и следуют отношения между государствами, пишут об этом, толкуют. Выгодны ли нам, когда мы включили соглашение с Китаем, построили трубопровод ведущий, по которому козят нефть, по кругу Байкала, что-то такое, был долгий год препятствием наших специалистов, а Путин взял этот пальцем, он пел по Байкалу и сказал, вот так, постой, вопрос закрыт. Если бы не постойте, расскажите вам, потому что для Китая они, большая прорывность, физика, небольшое растяжение, надо помогать соседям. Вот это все наши проблемы. И наконец, третья проблема. А как рассказать о том, как мы живем? Нашли, у нас, да, у нас есть иностранные представители. Мне пришлось встретиться случайно с голландским американского производства, то есть ассимилировавшим насел в Соединенных Штатах Америки, и который в приезде приехал к нам, в начале перестройки, сюда, и начал здесь работать в гостинице «Редисон» в Славянской около Киевского вокзала, в качестве главного редактора газеты «Вы знаете, Москва, Тайкс». Вот ее приехал делать в Москву. Голландец американского происхождения, чтобы сообщать москвичам объективную информацию о жизни нашей страны для наших людей. Это чудное дело, правда? И чудное. Кто лучше знает нашу жизнь? Мы или этот голландец, который потом живет в качестве дипломата, я сел там, женился и остался в Соединенных Штатах, приехал сюда описывать нашу действительность для наших прелюдей. Раньше это делал газета «Московская новость», «Московские новости» на ее странных языках, в том, что все английские издания. Вот начали пригласительные на открытии этой газеты. Вот я не помню. Ну, а послушали. Я ему сразу сказал, вам трудно будет делать. Россия такая разнообразная страна, с такими развитыми людьми, интеллектуальными, что вам трудно будет в них, в других системах решения, что для них прекрасный, что для них интересный. Вот смотрите, наш президент, даже, по-моему, а кто-то кулача не поил. Вот нас восстанавливает кулачный бой. Вы думаете, да, в голову он был всегда кулачный. На кулачных боях пришел слово «Царь». Кто-нибудь, кто, так сказать, истории мало знает, читайте хотя бы Гермонтова, песняка Ивана, как купца Калашникова, и как чиновник царя, оскорбил купца, приставая к его жене. Вот эта битва сторонялась в виде кулачков. Что сделал купец? Пошел жаловаться в суд, да? Нет? Не пошел. Он вызвал его на кулачный бой. И сначала этот Керебеевич, как это, Керебеевич, герой царский санон, как же произойдет? Он его ударил, его сессии. Его даже в голове, так сказать, помутел, от сильного удара. Но потом, набравшись силой, ударил так этого купца в песок, что вот он уже, то есть это вот тяновник его в песок, что вот тот-то расстанулся на берегу реки. А царь, когда хотел, он его крестит. Он сказал, что вам все право лучше выступил. Вот это традиция наша, по-моему. Это что, безобразие, а ханс? А с точки зрения какого-нибудь парижского парикмаркера, который думает, как за нитки и сел, то он говорит, может, кулачный бой займутся? Ну куда из-за его ручками, куда из-за его ручками, стволоморщиками, со всей фигурой, с щедушкой, какого-то, исполняющего в опере череповского французика Трикен, спотпе, поющего песен. Ну куда ему даться, как улать такой с русским купцом, который все время на свежем воздухе сам за лошадями ухаживает, тысячи километров преодолевает на лошадях. Поэтому в России это был способ разрешения к спорту. Кто из-за этого? Но там были поединки везем. Думает, там меньше погибало людей в этих книгах французов. Это называлось, там в истории народов, в истории, в истории, называлось, понимая, это вверх по-блинах фейт. Ну, фейт, вот два, правда? Вот называлось фейт. Это фейт уносило вот миллионы людей во всей его. В которой поссорится, два фразы, сейчас, ну, ну, пошли, кого-нибудь. И нас здесь и находитесь, знали, вот как дремушкетер по-собому. Подумать, как еще. Ну, что он там, что может такой музыкетер сделать со своей шпажонкой, когда на встречу идет купец и держит в руке дрын? Ну, ну, я не знаю, есть многое, Саша знает, что это. Крючок делает, палку такую делает, я сам делаю рамп 70. Вот идет он противоспакивает. Что остается и от этого фажиста, и от этого палки. Он просто сними, не ведет, в ходе перебьет, он свалится просто вместо своей шпажонкой. Поэтому, что, каждый народ имеет свои фейтерии, дуры. Поэтому, описывая, кого? Описывая государство. Ну, кто же лучше нас тогда понимает, как писать о кулачных боях? Французский корреспондент поконяйся, что он, или наш корреспондент, который может детали все описать и рассказать вот такую историю даже о песне о кулачных боях? Конечно, мы. А если мы должны сами о себе уметь написать и послать за рубеж, чтобы там о нас просили то, что у нас кулачные бои, это не безобразие, пьяное. Там были правила, все, как попадается, ходили стенка на стенку. И только тогда, когда после революции во главе нашего государства оказалась огромная куча интернациональных деятелей, становников социализма, каждый из них тянул сюда свои традиции. Им казалось, о боже мой, какое безобразие. кулаками дерутся, добьют и шелк и жарят и норду пьют. А у нас это, мальковский не стеснялся так же, не стеснялся. так говорят народы. Значит, надо уметь описать нашу жизнь и рассказать ее за рубежом. Вот этим занимается в третьем направлении это направление называется внешнеполитическим пропагандой. Сейчас к этому историческому понятию примазывалось огромное количество людей, которые занимаются торговой рекламой. И начали называть внешнеполитическим пиаром. Это все на основе оно пройдет. Ничего страшного здесь нет. Но что пиар почти веков сторонник и рыночки и экономики. Сейчас кто из вас слышал?